Продолжение следует... И о ней мы поговорим в данном видео. Лично у меня особой необходимости сбрасывать пароль к Windows не возникало, так как я сам задаю эти пароли. Но когда устроился на подработку, произошла следующая ситуация. Сеть одноранговая и на каждой машине стояли разные пароли. И чтобы не узнавать пароль каждому компьютеру, появилась данная необходимость, то есть бросить эти пароли. И уже далее настроить систему под себя. В этом мне и помогла программа Pathware Windows K. И для начала необходимо нам скачать образ данной программы. У меня это русская версия Pathware Windows K Enterprise 11.0.3579. И также нам понадобится программа Rufus. Скачать мы ее можем на сайте rufus.akeo.ie. Вот нажав на вот эту вот кнопочку. Эта программа нам понадобится, чтобы собственно создать как раз нашу загрузочную флешку. И теперь запускаем Rufus. У меня он уже вложена, эта программа как портативная. Итак, здесь мы выбираем как раз флешку, на которую будем устанавливать наш образ. Итак, у меня это флешка F. Здесь оставляем все как есть. А вот здесь вот выбираем ISO Image. И нажимаем вот на эту кнопочку, чтобы выбрать сам образ. Итак, вот этот образ. Windows K Enterprise. И жмем открыть. Далее жмем старт. И опять же у нас выдают сообщение, что флешка сейчас будет отформатирована и все данные удалены. Так, я с этим соглашаюсь. И собственно пошло форматирование флешки и копирование данного образа на нее. Вот все, процесс завершен. И теперь можем закрыть данную программу. Запускаем компьютер, на котором нам необходимо скинуть собственно пароль. И видим, что для того, чтобы войти в систему под пользователем User, мне необходимо ввести пароль. Допустим, какой-нибудь пароль ввожу и мне говорится, что пароль неверный. Допустим, попробуем зайти под администратором. Для этого жмем на Ctrl и Delete. И вводим сюда администратор. Возможно, на учетную запись администратора пароль не указан. Жмем ОК и нет. Нам говорится, что все равно либо имя пользователя неправильное, либо пароль. Вполне возможно, что вообще учетная запись администратора называется по-другому. Поэтому далее мы вставляем флешку в компьютер и в BIOS выбираем, что первым делом грузиться с флешки. Теперь вот нам выдается сообщение, нажмите, мол, на любую кнопку, чтобы загрузиться с USB устройства. И далее идет копирование необходимых драйверов, чтобы данная программа работала в требуемом режиме. И далее вот появляется у нас сам, так скажем, интерфейс программы. Итак, красным у нас выделена следующая надпись. Это программа предназначена для сброса паролей операционных систем Windows, 2000, XP, Vista и 7. А также для серверных операционных систем 2003 и 2008. Уникальной особенностью данной программы является возможность создания резервных копий учетных записей и их последующего отката. Эта возможность действительно очень интересная, но обо всем по порядку. Итак, далее у нас отображаются обнаруженные диски и разделы. То есть у меня диск один, но два раздела. Это система и данные. Далее программа выполняет поиск, на каком из разделов и дисков установлена операционная система. И вот идет проверка диска C, найдена на диске C папка Windows. То есть программа определила, что на разделе C у меня установлена операционная система. Итак, если есть, допустим, две операционные системы, то здесь будет первая там C на диске C, вторая операционная система на диске D. Но так как у меня она всего одна, поэтому у меня выбор один. Поэтому я жму единицу. И так вот у нас, что идет далее. Итак, вот есть тут запись. Резервный файл создан. Вы можете отменить изменения, запустив программу снова. Но это мы посмотрим далее, как это работает. Итак, пожалуйста, выберите пользователя для сброса пароля. У меня получается в данной операционной системе есть такие пользователи. Это администратор, гость, какой-то help, support и юзер. Я буду сбрасывать пароль администратора и юзера. Опять же, если у вас англоязычная версия данной программы, то русские символы там будут отображаться в виде вопросительных знаков. Так как программа некорректно работает с кириллицей. Поэтому, ну, допустим, можно посмотреть, где много вопросительных знаков. Значит, это у нас пользователь-администратор. И, как правило, он на первом месте. Ну и так, я буду сбрасывать пароль администратора. Так вот, есть тут некоторое описание. Это полное имя, описание там и так далее. Количество входов, неудачные попытки входа. Это вот, кстати, когда я попробовал войти, не введя пароль. Он говорит, что один раз пытались войти и не получилось. И так, действительно, хотите ли вы сбросить пароль? Конечно же, да. Поэтому жмем Yes. И так, пароль удален. И пользователь-администратор без пароля. И так, хотите ли вы сбросить пароль еще у какого-нибудь пользователя? Так, я жму Да, потому что мне еще необходимо у юзера сбросить. И здесь 5. Сброс пароля Yes. И все отлично. Все. Все пароли, которые мне необходимы было, я сбросил. Поэтому здесь я жму Нет. То есть, больше я пароли сбрасывать не собираюсь. И так, все. Теперь выньте USB флешку и перезагрузите компьютер. Как вы видите, сейчас у нас вход в систему произошел, не запрашивая пароль. Следовательно, у нас все отработало и пароль на данную учетную запись скинулся. Давайте попробуем теперь под администратором. Делаем завершить сеанс юзера. Выход. И вводим имя администратора. Без пароля. Все отлично. И под администратором мы тоже смогли войти. Теперь можем просто войти в управление компьютером и, допустим, поменять необходимый нам пароль для определенной учетной записи. Либо, если необходимости такой нет, можем просто выполнить какие-нибудь действия, какие нам требуется. Там установить какую-то программу, настроить систему и так далее. Но что делать, если нам необходимо вернуть те же самые пароли? То есть, задать мы их не сможем, потому что мы, собственно, не знаем, какой пароль там стоял. Поэтому в данной ситуации опять же перезагружаемся и загружаемся с флешки. Ну и здесь процесс аналогичный. Жмем опять единицу, чтобы выбрать операционную систему на диске C. Итак, вот здесь появляется следующее сообщение. Обнаружена резервная копия паролей. Есть возможность вернуть пароли обратно. Работать, чтобы работать с резервной копией, нажмите Yes. Для сброса паролей, то есть сброса пароля там для какой-нибудь четной записи, нажмите N, то есть No. Итак, конечно же, нам нужно вернуть пароли, поэтому жмем Y. Итак, и вот здесь у нас отображается дата, когда был сброшен пароль. То есть, у меня получается одна резервная копия пароля. Поэтому я выбираю единицу. Итак, вот все отлично, пароль был восстановлен. И теперь спрашивается, хотите ли вы удалить пароль. Опять же жму Нет. И опять перезагружаем компьютер и посмотрим, что у нас получится. И вот опять у нас отображается окно Введите пароль. Вводим какой-нибудь пароль. Ничего не получается. Опять же попробуем под администратором. И ситуация аналогичная. То есть, все пароли вернулись обратно на свои места и пользователь даже не заметит, что вы выполняли вход под его учетной записью и вообще выполняли вход в данную операционную систему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!